всем снова здрасте вас приветствую на своем канале сегодня мы будем говорить снова про микросервисную архитектуру которая как известно понятие размытое не имеет четких рамок есть набор только некоторых характеристик которые в некоторых случаях даже могут противоречить друг другу но это опять же из личного опыта в этом видео будем разбираться с архитектурой именно для корпоративных сетей микросервисы работают в сети ну и какие же сети бывают какие виды давайте посмотрим что на эту тему есть в википедии перед вами 5 определений есть глобальные метрополитен ну то есть городские сети корпоративные локальные персональные на мой взгляд можно объединить некоторые пункты по типу подключения к сети ну или по протоколу передачи данных например первый тип это все-таки больше похож на интернет вернее то он и есть него принцип взаимодействия по http и принцип отключения глобальная сеть то есть где компьютеры входят в интернет через провайдера остальные в этом списке так или иначе является корпоративным то есть локальным типом потому что подключение происходит по локальной сети протоколу tcp ip авторизация на сервере компании или например в актив директоре или например каком другом выделенном сервере который обслуживает частную или локальную сеть и так давайте выделим два типа которые может быть поставлены задачи реализации микросервисной архитектуры глобальная сеть и корпоративные в этой связи возникает вопрос одинаковы ли принципы построения микросервисной архитектуры для этих двух типов если с глобально все ну или почти все понятно то вот про корпоративную сеть надо поговорить отдельно так на картинке с глобальной сетью мы видим что все компьютеры подключены к к интернету через провайдера то есть грубо говоря можно сказать напрямую до клиентом для работы с микросервисами является любой браузер как самый простой дешевый способ подключения я намеренно опускаю тот факт что существуют и специализированные программы но тем не менее будем считать что клиентом для работы с микросервисной архитектурой является просто браузер корпоративной сетки на самом деле ну практически ничего не меняется за исключением того что у вас еще есть локальная сеть вы также можете общаться к сервисам обращаться через rest обыкновенным да через интернет в общем это никак не мешает вам работе но надо сказать что если существует лан то есть локальный сеть то она может быть стать плюсом а может быть и некоторые проблемы прежде чем окунуться в проблемы давайте немножечко поговорим про то как то раньше было перед вами схема как работали раньше приложения ну частности схема касается баз данных то есть есть какая-то база данных не подключается какое-то приложение как это абстрактная модель до которая читает данные обрабатывает их и снова запихивать данные эти базу данных то есть со временем немножечко схема изменилась и у нас появилось вот такое разделение мы сейчас не будем говорить про двухзвенную архитектуру и трехзвенную архитектуру я хочу опять же вернуться но к слову абстрактная модель поэтому давайте вот так вот глобально до подойдем к вопросам то есть такое понятие как приложение разделилась на две части появилась фронт-энд и появилась бэкэнд фронт-энд это то куда пользователи кликают на кнопочки а бэкэнд это какая-то часть бизнес-логика то есть другими словами произошло отделение юай представления бизнес логики это четко наблюдалось например в асп.нет мвс или например в допиев при использовании mvvm паттерна в общем суть какова была нужно было отделить юая от от бэкэнда то есть бизнес-логики и соответственно это улучшенное тестирование лучшая масштабировать в общем появились некоторые плюсы но со временем даже такое здоровое но в смысле даже такой здоровый подход при появился в нездоровым большое определение которое появилось монолит в общем то это тоже можно было решить но это все время не с каждым разом с появлением нового функционала монолит усложнялся 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 и в конце концов и масштабирование просто прекращалось и поэтому люди придумали такое понятие как микросервисы прогресс не остановился появились микросервисы и тогда деление на модули микросервисы да немножко поменялось то есть оно стало вертикальным где каждый сервис имеет свою базу данных это обязательное условие имеет свой собственный набор бизнес-логики по словам мартина паулера как это по-английски звучит smarts and points and dumps pipes то есть переводе в вольном переводе на русский язык это означает что умные оконечные точки ну или сервисы и тупые трубы если с бэкэнд реализация микросервисной архитектуры более-менее понятно или почти понятно все то некоторые отношить относительные вопросы фронт-энда остаются открытыми ну в общем если бэкэнд хоть как-то там менялся да то вот фронт-энд как бы остался одним таким большим куском ну вот ну и что же все-таки с этим фронт-эндом то делать то пришлось эту проблему еще называют микросервисы с last mile проблем то есть контексте last mile это как бы относится к именно к доставке контента до конечного потребителя то есть программного обеспечения непосредственно для пользователя казалось бы бери single page application и пиши приложения какие могут быть сомнения но это только на первый взгляд именно при разработке фронт-энда для микросервисной архитектуры в процессе разработки появляются подводные камни и если вы берете просто single page application причем неважно на каком фреймворке у нас ну я имею в виду реакты или там view или ауреля все равно эти причины по его все равно эти проблемы появятся вот вы спросите какие проблемы давайте поподробнее про них одно из определения микросервисной архитектуры гласит о том что может быть использована любой стек и любая платформа предположим у вас есть некоторое количество спа приложений в смысле single page application для ваших конкретных api то есть бэкэнда которые написаны на разных фреймворках потому что разрай потому что разработчики были разные команды были разные может быть даже в разных городах и в общем которые решили использовать то что они лучше знают хорошо если использовать один и тот же юай фреймворк иначе плюсом к проблемам добавятся еще разные версии этих фреймворков на одном сервисе вы успели обновить на другом нет так бывает просто ну просто поверьте а теперь перед вами как перед главным архитектором вашей компании встает задача показать все сервисы в одном проекты объединить тем самым и представить пользователю доступ системе из одного места ну например как дашборд или там шелл во первых бизнес имеет на это право то есть сказать это задачу ему ничего не составить никакого труда во вторых почему бы нет сделать пользователям приятно и объединить все ваши микросервисы в одно приложение что было бы удобнее другими словами опять же повторюсь что-то типа шелла или дашборда где объединены доступ к разным сервисам в одном месте то есть на одном юай ну и давайте тогда если уж на то дело пошло представим какие могут быть требования да вот если поставлена такая задача то что может быть обязательным допустим динамическое меню если у пользователя есть роли то это допустим часть меню или час сервиса показывается даже борды допустим какого-то часть а если нет роли это собственно грани то есть динамическое меню которое базируется на орлях пользователей ну и собственно говоря дальше идет речь про обособленные обновления публикации сервисов они собственно игры должны остаться. То есть, если какой-то сервис локализации, допустим, обновился на бэкэнде, группа разработчиков локализации UI тоже обновила, и вот этот Shell должен как бы обновить этот модуль, не меняя при этом все остальные. Опять же, еще одна из проблем, которая встает, один раз вход на сайте должен происходить, и при этом не нужно входить в каждый из сервисов. То есть, если у вас Shell, вы один раз зашли, то есть вы сделали вход на сайт, получили токен, то в остальные сервисы, они тоже должны быть авторизованными, но в них уже входить не нужно. Ну и если говорить про одинаковый корпоративный стиль, то это как бы тоже одно из требований корпоративных компонентов программ. Ну, в общем, просто так повелось. Ну и возможны другие какие-нибудь монолитные хотелки, но пока их опустим. Безусловно, решения для такого подхода тоже существуют. Мартин Фаулер описывает один из вариантов решения, как Microfrontends. Описание слишком абстрактно, но если углубляется в детали, то можно сказать, что оно построено вокруг вебком конентов. Во многих фреймворках для UI есть уже реализация данного подхода. Ну, например, как вот видите на картинке в Angular есть модули, в React есть компоненты, Aurelia тоже компоненты. Но суть в том, что этот подход не решает все проблемы. К тому же данный подход накладывает кучу ограничений и придется множество других проблем решать. Ну, например, все ваши UI клиенты для ваших же микросервисов должны быть написаны на одном и том же фреймворке. В противном случае вы модули не сможете соединить от Aurelia к React или, наоборот, от Angular к Aurelia. Ну, а если у вас, короче, это и получится делать, то вы потратите достаточно много времени и, в общем, это будет свой велосипед, который нужно будет допиливать в ручном режиме в процессе скрещивания ваших же модулей. Тогда придется ограничиться тем, что каждый сервис имеет свой адрес и тем самым заставлять пользователя имитация между закладками браузера. А бизнес, ну, в смысле заказчик, да, может не пойти на такие ограничения. Вторым фактором, может, вам придется обновлять версии всех ваших UI клиентов одновременно. Ну, и если вы не будете этого делать, то функционал в каком-то моменте может просто перестать работать без того, чтобы обновление случилось. То есть, а если обновление не делать, ну, я про что говорю, допустим, у вас Angular 3 версии на одном сервисе, ну, 3 сервисе не было, допустим, Angular версии 1.5 на каком-то сервисе, а на другом там 8.1. Ну, понимаете, да, это нестыковочка. И какое-нибудь нововведение одного фреймворка должно сработать на другом, а там старая версия придется обновлять. В общем-то, если, короче, не обновляться, то ваши проекты быстро превратятся в Legacy Code. Ну, и опять же, вы потеряете одну из фишечек микросервисной архитектуры, это обособленное обновление и деплой. То, что сервисы могут публиковаться обособленно, не значит, что они не связаны между собой архитектурно. Ну, и надо сказать, что описанные выше проблемы распространяются на оба типа сетей, на глобальные и на корпоративные. Тут никакого отношения не имеет именно к архитектуре. Я не могу показать пальцем на конкретное решение, какой-либо фреймворк или нугет-сборку, который приведет вас к победе над вашими проблемами. Реализация микросервисной архитектуры зависит от множества факторов, и они настолько индивидуальны, что универсального решения не существует. К сожалению, на этом проблемы не оканчиваются. Если говорить про проактивную реализацию микросервисной архитектуры, то возникают вопросы, без решения которых вы не сможете двигаться дальше. Основная проблема – браузер не имеет простой возможности, но опять же из соображения безопасности, так сказать, достучаться до компьютера пользователя. Следовательно, проблема только начинается. Например, как получить из приложения SPA, то есть из браузера, доступ к подключенному компьютеру и устройствам, без действия которых, без использования которых пользователю вообще невозможно участвовать в бизнес-процессах и предприятиях? Ну, речь идет, например, о флэш-дисках, которые разрешают доступ там по наличию какого-то кода. Да, есть в карпоте в системах. Или, например, веб-камеры. Ну, вы пришли в отдел кадров, пытаетесь фотографировать вашего нового сотрудника в документы. Или, в конце концов, принтеры. Просто напечатать какой-то документ напрямую, особенно, когда скорость печати очень важна. Понятно, дело, что вы можете скачать, запустить отдельное приложение, в нем нажать «печать», но иногда количество печатных документов очень важно, и скорость их, в общем, не имеет значения. Ну, а дальше речь идет уже по специфические штуки, например, сканер штрих-кодов, которые, собственно говоря, конечно же, могут работать под определенным режимом, но существует необходимость иногда использовать их, ну, более серьезно, более глубоко, то есть через специализированные драйвера. Смею вас заверить, что решение на базе SignalR или Windows Service, ну, только добавит проблем. Я хочу предложить один из вариантов, который назовется «модулей». Да-да, вы не ослышались, именно модулей. Когда-то было модно и так делать. В общем, суть сходится к тому, чтобы написать UI-ного клиента для микросервисов на dpf, ну, или на Windows Form, но все-таки лучше dpf. dpf имеет по умолчанию использовать возможность MVVM, а, собственно, говорит, Vendance Injection добавит модульность, ну, на уровне коробки, да, если так можно выразиться. Если у вас несколько групп разработчиков, то вы можете дать каждой группе разработчиков писать свой собственный сервис, свой модуль, DLL-ку, если хотите, и потом для тестирования ее отдать какой-нибудь shell, который пишется достаточно просто, и все будут работать одинаково с тестированием, не используя при этом чужие модули. Причем взаимодействие между модулями можно тоже настроить очень просто, скопировав готовую DLL-ку в нужный проект. Таким образом, получается, хотелки, озвученные выше, вообще решаются на ура. Например, динамическое меню. Если использовать какой-нибудь, например, dependency-контейнер, например, AutoFak, у него из коробки есть модульная система, когда выставляется наружу интерфейс, и автоматически, если модуль присутствует в папке, его UI-компоненты появляются в общем меню. Если нет, собственно говоря, его нет. Что касается прав, то тут все как бы опять из коробки, повторюсь, вы входите в shell, а shell уже шарит свои, то есть там специализированные штуки, допустим, для компонентов, которые тоже должны работать через авторизацию. Дальше, следующим этапом идет обновление. Ну, здесь на самом деле все просто. То есть, как бы несколько уровней. Первый вариант, это вы просто скопировали DLL-ку там в папку на сервере сетевую, и пользователи запустили программу, и у них она как бы заработала. Если дальше, то больше. Можно придумать системы проверки версий, там самообновления. В общем-то, никаких сложностей в этом нет. Все это гораздо проще решить, чем преодолеть доступ из браузера к системе компьютера. Ну, и, в общем, наверное, будет не лишним озвучить ключевые моменты для реализации данного подхода. Итак, первое. Это оболочка shell, допустим, dpv-приложения для работы других модулей. Вход в shell – единственное место для входа пользователей. GVT-токены, в общем-то, никто не отменял. Удаление его будет реализовать якобы такой ревок небольшой. Обновление модулей можно делать динамически, в ручном режиме или в автоматическом решать вам. Также вы получаете доступ к устройствам, которые установлены на вашем компьютере. Причем в хорошем смысле. Значит, вам станет доступна информация из корпоративной сети. Например, вы сможете моментально распечатать файл. Например, на принтер, который у вас установлен по умолчанию. Да что там принтер? Вы получите имя компьютера, и это иногда очень полезно для логирования. Централизованное обновление shell и модулей системы. Тут тоже все просто. Варианты реализации, обновления системы можно придумать, реализовать, какие только вы захотите, и те, которые устроят только вас. Не говоря уже о том, что локальная сеть – это все-таки локальная сеть. Обмен документами, документооборот, собственно говоря, все легко и просто. Если ваша организация используется в Windows системе, то вы можете использовать полноценный Net Framework. Если, собственно говоря, компьютер из другой операционной системы, нет, ничего невозможно. Для .NET Core, потому что теперь эта платформа полностью поддерживает полноценные версии, начиная с версии 3.1. И в качестве заключения немного повторюсь. Разработка микросервисной архитектуры – это непростая задача, которая имеет много подводных камней. Нюансы реализации зависят от множества факторов. Универсального решения нет. Разработка микросервисной архитектуры в качестве корпоративной системы лишь добавляет требования, которые могут повлиять на архитектуру настолько, что придется ее пересматривать. А есть ли у бизнеса время на этом? Ну, это решать вам и, наверное, вашему бизнесу, наверное. В общем, в любом случае, разделение зависимости и ответственности надо делать не только осторожно и не только на стороне бэкэнда, но и на стороне фронтэнда. Помните, что клиенты микросервисной архитектуры могут быть не только в приложении в стиле Single Page Application, то есть на JS, но и обыкновенный браузер, но и обыкновенный IPF, допустим, приложение или WinForm, в котором есть модульная система, которая также может быть частью работы микросервисной системы. Продолжение следует...